Сентябрьское отставание от запланированных темпов уборочной аграриям удалось сократить. Поля в 11 районах области убраны, но пока это промежуточные итоги. Полностью уборочную кампанию надеются завершить на следующей неделе. В хозяйстве Ярковская уборочная подошла к финичной черте. Комбайны проходят последние гектары поля. Еще в середине сентября отставание от среднестатистических темпов уборки прошлых лет было около 40%. В октябре ситуация стабилизировалась. Не оправдался негативный прогноз и по количеству собранного зерна. Несмотря на сверхнеблагоприятные погодные условия во время посевной и схожие проблемы, когда пришла осень, на урожайность в Ярковском хозяйстве не жалуются в среднем 29 центнеров с гектара, что выше, чем по статистике предыдущих лет. Себестоимость собранного зерна в этом году около 6200 рублей за тонну. Текущая цена на рынке пока не очень привлекательна. Аграрии выжидают. Половина продукции у нас зарезервирована на продажу. То есть у нас есть контракты, подписанные контракты на половину продукции реализации. Ну а вторая половина будем ждать более понятных ценовой политики. Другое направление в Ярковском – овощеводство. Хозяйство стабильно в тройке лидеров по объемам производства в регионе. В этом году упор сделали на картофель и не прогадали. Урожай картофеля в этом году в Ярковском тоже очень достойный. Собрать удалось более 9000 тонн. Это уже упакованная продукция. Скоро разойдется по магазинам. Пока удалось продать около 900 тонн. Однако, исходя из практики, цены и спрос на картофель в течение зимы только повышаются. При этом, по оценкам экспертов, сегодня регион обеспечивает себя овощами лишь наполовину. Если говорить о зерне, то уже сейчас собранного точно хватит. Всего по области сегодня завершена уборка на всей площади в 11 районах. И близки на выходе еще 12 районов. К сожалению, вызывает серьезные опасения ситуация с завершением уборки урожая по таким районам, как Татарский, Устарский, Чановский, Чистоозерный, Кыштовский. В этих муниципальных образованиях на полях остается пятая часть урожая. Впрочем, при благоприятной погоде работы смогут завершить в течение шести дней. А вот абсолютный фаворит гонки за урожаем нынче – Маслянинский район. Николай Сальников, Алексей Баженов. Новости ОТС. Новости ОТС.